Господин председатель, в ночь на 6 июня киевский режим пошел на немыслимое преступление. Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению реки Днепр. Затоплены населенные пункты, тысячи людей нуждаются в эвакуации, и она уже началась. Колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра. Хочу подчеркнуть, что руководство Вооруженных сил Украины открыто заявляло о готовности подорвать эту дамбу для получения военного преимущества еще в прошлом году. Вот прямая цитата из статьи в Вашингтон-Пост от 29 декабря 2022 года. Слушайте внимательно. Генерал-майор ВСУ Ковальчук задумался о затоплении реки. Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из Хаймерс по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три пробоины в металле, чтобы посмотреть, сможет ли вода Днепра подняться достаточно, чтобы заблокировать российские переправы, но не затопить близлежащие деревни. «Испытание прошло успешно», — заявил Ковальчук, — «но этот шаг оставался крайней мере. Тогда он от него отказался». Конец цитаты. Мы предупреждали об этой угрозе международное сообщество и руководство ООН. В конце октября 2022 года мы распространили в качестве официального документа Совета безопасности ООН ноту поспредства о планах киевского режима по уничтожению Каховской ГЭС. Сожалеем, что наши призывы, призывы генсекретарю сделать все возможное для предотвращения этого ужасающего преступления не были должным образом приняты во внимание. На этот раз киевский режим, ощущая свою полную безнаказанность и при поощрении западных кураторов, решил осуществить свой террористический замысел. Убеждать кого-либо в том, что украинский конфликт якобы стал следствием неспровоцированной агрессии России, становится все труднее. Сегодня уже только США и их ближайшие союзники по-прежнему пытаются отрицать то, что западные покровители долго и целенаправленно готовили Украину к войне с Россией после антиконституционного майданного переворота, конщунственно игнорируя 9-летнюю войну майданной власти со своими русскоязычными жителями на востоке и юго-востоке страны, унесшую в жизни тысяч мирных граждан, остановить которую и была прежде всего призвана специальной военной операцией России на Украине. Мы уже видим скоординированную информационную, а точнее дезинформационную кампанию, слышим заявления, несущиеся с Запада и, разумеется, из Киева, и наверняка услышим сегодня в этом зале о том, что плотину Каховской ГЭС подорвала Россию. Эти заявления в духе той ущербной логики, которая приписывает нам самообстрелы Запорожской атомной электростанции или подрыв Северного потока. От таких, в кавычках, выводов веет шизофрения, может быть, даже нелатентная. Предпринятая Киевом преднамеренная диверсия против объекта критической инфраструктуры носит крайне опасный характер и, по сути, может быть, отнесена к разряду военных преступлений или терактов. Атаки на объекты, содержащие опасные силы, прямо запрещены международным гуманитарным правом, причем дамбы отдельно упомянуты в статье 56-й 1-го ДОП-протокола к Женевским конвенциям 1977 года. Диверсия Киева преследует две очевидные задачи. Во-первых, привлечь себе максимальное внимание с целью создания благоприятных возможностей для перегруппировки подразделений ВСУ и продолжения широко разрекламированного контрнаступления. Киев, которая явно захлебывается и не достигает поставленной Киевым цели. По информации нашего Минобороны, Киев приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о намерении украинских сил перейти к обороне. Вторая задача сегодняшней атаки заключается в нанесении максимального гуманитарного ущерба населению обширных территорий, что неизбежно влечет за собой уничтожение крупного объекта водно-энергетической инфраструктуры. В настоящее время властями Херсонской области Российской Федерации проводится эвакуация населения из подверженных затоплению района. Подрыв газ уже привел к экологической катастрофе. Затапливаются десятки населенных пунктов ниже протечения Днепра, мелеют Каховское водохранилище и Северокрымский канал, снабжающий водой Крымский полуостров. Иными словами, Киев в очередной раз вознамерился отомстить крымчанам за их выбор в пользу России, оставить без воды население Крыма. Не исключаем также в этом и подспудную попытку провокации в отношении Запорожской атомной электростанции. Одновременно киевские власти значительно увеличили сброс воды из Днепропетровской ГЭС. Это ведет к еще большему затоплению территорий, что свидетельствует о том, что данная диверсия планировалась заранее с целью нанесения максимально тяжелых последствий для населения региона. Исходим из того, что преступный киевский режим и упорно накачивающие его оружием западные покровители несут всю полноту ответственности за разворачивающуюся трагедию. Данный акт можно рассматривать в качестве продолжения системной тактики киевского режима с 2014 года, которая заключается в нанесении ударов по сугубо гражданским объектам с единственной целью – запугать мирное население. Это прямо запрещено статьей 51 того же дополнительного протокола. Использование террористических методов уже стало официальной тактикой киевского режима, который этим откровенно бравирует. На его счету подрыв Крымского моста, убийство Дарья Дугина и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина. Глава военной разведки ВСУ Кирилл Буданов открыто заявляет о планах по дальнейшему террористическому уничтожению россиян. Ни слова о осуждении этих шагов от западной делегации не прозвучало. У киевского режима хорошие учителя, на счету которых и взорванный северный поток, и целенаправленные удары по плотине от тапка в Сирии. Запад привык делать грязную работу чужими руками. Но в этом случае спрятаться за недееспособный киевский режим не получится. Мы прекрасно понимаем, кто на самом деле планирует, готовит и санкционирует проведение диверсий подобного масштаба. Вызывает глубокое недоумение, что секретариат ООН каждый раз открещивается от осуждения атак киевского режима, ссылаясь на недостаток информации, как, например, по поводу обстрелов в ВСУ Запорожской атомной электростанции. Хотя всем очевидно, с какой стороны они происходят. В то же время руководство секретариата не стесняется тиражировать политизированные выводы о том, что якобы все подобные преступления – следствие действий России на Украину. Это недопустимое отклонение от принципа объективности и беспристрастности, предписанное руководству секретариата ООН статьей 100 Устава ООН. Призываем генерального секретаря ООН дать, наконец, объективную оценку террористическим действиям киевского режима и осудить их. Настаиваем на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС. Недопустимо, чтобы повторилась ситуация с трагедией в Гуче или подрывом трубопровода «Северный поток». Благодарю вас. Спасибо. 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 Спасибо.